Мы достраиваемся. И угрозы были именно направлены в адрес нерождённого ребёнка. Знаете, я вам скажу честно, это не первый раз, когда лично я получаю угрозы, в том числе и по СМС. Это не первый раз, когда сотрудники нашей организации, наше московское бюро сталкиваются с угрозами. Но уровень цинизма и мерзости того, что приходило на мой мобильный телефон в 9 СМС за 3 дня, он, в общем-то, был беспрецедентен. Полное убеждение представителя организации, что она не подсудна, что никто не может проверять обоснованность их действий. И вот сегодня мы собрались, чтобы ещё раз поставить вопрос, это на самом деле так или нет. Эта организация подчиняется российскому законодательству? Собираются они выполнять свою основную обязанность и защищать граждан и государство? Нашим гостям. Ждём снова в Интерфаксе. Мало того, что это его родной родитель, это ещё его единственный родитель, потому что мама у него давно умерла. Они ему угрожали, поэтому папа приехал сюда. Скажите мне, сколько... Иммиграционная служба не говорила, это иммиграционная служба... А где Лила? Я здесь. Значит, надо написать на имя Рамадановского. Так как у него нету иммиграционной карты, он нелегально находится на территории России, как бы его легализм... Посолство. Они копировали, отправили в Министерство иностранное... Пойдёмте. Продолжение следует...